Привет, друзья! С вами Акер Механик. Сегодня я хочу рассказать об очень важном моменте при эксплуатации автомобиля в летний период. Многие из вас и большинство, конечно же, знают об этом, но не придают этому значения. В автомобиле, в его с пластиковым салоном, припаркованном в тени, в течение дня, с закрытыми окнами, содержится порядка 300-400 мг такого вещества, как бензол. Это токсин, который является канцерогеном. Если вы припаркованы на солнце, при температуре выше 16 градусов, уровень бензола может достигать порядка 2-4 тысяч мг. Это в 40 раз больше допустимого уровня. На секундочку. И поэтому люди, входящие в машину с закрытыми окнами, и если они сразу же в нее садятся и едут с закрытыми окнами, вдыхают, естественно, чрезмерное количество этого вещества, которые вызывают очень много различных как аллергических реакций, так и побочные различные заболевания. Но дело не в этом. Что вы делаете, когда садитесь в нагретую машину, в современную? Естественно, вы включаете либо кондиционер, ну, свой, так сказать, климатическую установку, кондиционирование воздуха. В инструкции по эксплуатации любого автомобиля, в принципе, сказано, что... Но это никто не читает, так как написано это все мелкими буквами и ненавязчиво. Написано, что перед включением кондиционера следует открыть окна на одну-две минуты. Но не сказано для чего. По сути, это вам сделан намек, как бы закамуфлированный под лучшую производительность автомобиля. А вот медицинские причины всего этого скроются в том, что, согласно исследованиям, прежде чем кондиционер начнет вырабатывать холодный воздух, он выбрасывает вам в салон весь нагретый воздух в пластике. То есть, горячий воздух, содержащий бензол, естественно, летит вам в легкие. Поэтому, когда вы садитесь в автомобиль, вы лучше откройте окна на несколько минут и проедите с открытыми окнами, чтобы быстрее произошла рециркуляция. Не включайте сразу кондиционер после включения автомобиля. То есть, просто откройте, проветрите, а только потом включайте климатическую установку. То есть, это все канцерогены, которые влияют на ваше здоровье. Поэтому передайте все это своим знакомым, родственникам. И, в общем, в первую очередь, это важно для мамочек, которые возят в автомобиле маленьких детей. Ну, а с вами был Айкер Механик. Всем спасибо. И здоровья вам, и удачи, друзья.